Вашему вниманию предлагается анонсированное ранее полная версия видеоинтервью с участником боевых действий в Афганистане, воином-интернационалистом, пехотинцем Игорем Ерином. Игорь, вопрос первый. Кто вы, откуда и как попали на службу в советскую армию? Ну, как и все москвичи, родился в Москве, закончил школу, закончил училище. Раньше называлось СГПТУ-148 при заводе АЗЛК. Один год отработал на этом заводе, поскольку была бронь. И в 82-м году, 1 апреля, 100 москвичей было призвано в ряды советской армии. И вот с этого момента эти 100 москвичей стали считаться афганской командой. Призыв 82. Что значит афганская команда? И был ли у вас выбор, хочу служить в Афганистане или не хочу? Можно ли было отказаться? Да нет. Я уже потом сталкивался с ланкоматом. Какое-то время там и работал. Я уже понял, как это все оформляется. Во-первых, призывника не спрашивают, хочешь ты, не хочешь. Ему не говорят до последнего времени, куда он должен вообще повериться. Общие фразы могут сказать, что будешь служить за границей. А за границей это подразумевало под собой ГДР. Нам так и объяснили, что команда у вас заграничная. Отбирались самые лучшие, чтобы не было татуировочек, чтобы не было приводов в милицию, чтобы родители были в полной составе. И что самое важное, чтобы консомольцы были. На тот момент заграничный контингент комплектовался из лучших. Война уже практически три года шла в Афганистане. Что-то о ней знали. Была бы какая-то информация? Никакой. Фактически никакой. Даже сейчас работаю в выставочном зале, связанном с Афганистаном. Берешь те газеты, которые выпускались с того времени. Я специально брал подшивку «Красные звезды». И только где-то через два месяца, после того, как наши войска захватили, подразделения захватили в Кабуле дворец Амина, только тогда начали писать о том, что произошла революция, смещение власти. И наши подразделения там даже не указывались. Все это было связано только с афганской армией. И такая тенденция была до 1985 года фактически. Конец 1984-го, начало 1985-го. В газетах не писали. А если писали, то это было бы похоже, что это проходит учение в Среднеазиатском военном округе или Трукестанском. Ну а по телевизору вообще не показывали. И только вот ближе к выходу войск, это вот 1985-й, середина войны, уже где-то когда гласность началась, там, 87-й, 88-й, уже начали показывать там по телевизору. Корреспондент Лещинский только мог один вещать на эту тему. И стали писать так более-менее правдоподобно. Нам даже зачитывали где-то в 1984-м году, что мы прираниваемся к участникам боевых действий. Вот это как-то подвинуло нагласность. Каково было москвичу служить в советской армии образца 1982-го года? Да, слово «москвич» в армии и слово «питерец», в то время «Ленинград» означало, что трудности будут в два раза больше, чем у всех остальных. То есть это не любовь как деревенских ребят и периферии, будем так говорить, как столице. Чем это связано? Ну, исторически, наверное, чем-то. Ну и плюс еще воспитание другое. И трудности мы переживали в городе совсем другие по сравнению с теми, кто жил на окраинах. Поэтому, ну и хитрованность есть такая. Все москвичи, они немножко с хитринкой. Примеров много очень. А была в то время такая возможность, как это называется, откосить от армии? Нет, нет. Такой возможности было только несколько. Если у вас двое детей до 27 лет, если вы успеваете, вам потом после 27 лет дают уже как бы военный билет. Это если родители на иждивении находятся, если здоровье не позволяют. Все остальное, слово косить даже никто не знал. И на сотню призывников, ну, человека один-два могли как бы не идти. Потому что все-таки вот эти государственные вещи, как служить в армии, отдать дань родине, кто не служил, тот не мужчина. И вот такие вещи, они государство как бы не поощряло тех, кто не служит в армии. Поэтому ребята шли с удовольствием, со страхом, не с удовольствием, но с гордостью. Песни пели, проводы устраивали. Как родная меня мать провожала это. Не нами было придумано, еще до нас. Все как в лучших традициях того времени. Ну и плюс это была идеология. То есть, если девчонка спрашивала, ты не служил? И ты говоришь, нет. Второй вопрос, ты что, больной? Это по здоровью мне. Что-то у молодого человека со здоровьем. Поэтому слово «откосите» мы даже не знали. Во-вторых, это был еще престиж. Показали в зоне особого внимания, все в десантники захотели. Показали офицеры, все в офицерское училище хотели идти. То есть, это был подъем такой. Сказали консомольцы на БАМ, значит, на БАМ все поехали. То есть, это был подъем патриотизма в том плане, что государство показывало пути, куда нужно идти молодым людям для того, чтобы и им развиваться, и государство поддерживать. Куда жизнь забросила после распределительного пункта? Ну, те 100 москвичей, которые привезли, вот 1 апреля был призыв, потом это было 3 дня нахождения в Подмосковье, выдали все новое, хрустящее, посадили через 3 дня на автомобиль и подвезли к аэропорту Домодедово. Там посадили на самолет гражданский и отвезли в город Душамбе. С города Душамбе мы прошагали по этому городу, строим по городу и подошли к железнодорожному вокзалу, где нам было объявлено, что вы едете в город Термес. Мы погрузились в гражданские вагоны и приехали на границу Узбекистана и Афганистана. Три километра фактически нас отделило погранзона и еще три километра полигона там. Это чисто, будем говорить, полупустыня, пустыня, как она называется, потому что там явных таких больших барханов не было, но это на самом деле пыль, небольшие песчаные холмы и саксоул один растет. И перекати поле катится, вот это все, что было называлось учебным центром. И еще около 20 палаток наскоро поставленных. Когда я возвращался, я видел, что через два года там был город построен. Учебный центр полноценный, со всеми дорожками, модулями, со всеми асфальтами, как бы большими дорогами, с деревьями. На тот момент, когда мы нас привезли, это было просто чистое поле. Чему обучали в этом учебном центре? Ну, мы попали в автомобильный батальон. Из-за того, что у меня было две категории, я фактически в Афганистан-то и попал со своим другом. Из тех пяти человек, которые призывались в Ждановском районе, нас оставили двоих, благодаря тому, что у нас две категории было у каждого. А тех ребят отпустили обратно домой, и они через две недели опять призывались и попали в Монголию. Это мы потом уже после службы узнали, что их судьба так сложилась. А нас в эту сотню зачислили, и вот мы в этой сотне находились. Было 100 москвичей, было 100 украинцев, было 100 молдаван. И вот это вот 300 человек, это был автобатальон, которые пытались научить и молодых ребят водить машины военные. Мы проходили марши ночные и дневные вдоль границы. Нам ставили военные билеты 300 километров, 500 километров. Пытались нас научить ходить строем. Присягу приняли 9 мая 1982 года, прямо на плацилл на пыльном. Все это было торжественно, а потом песчаные бури. Но вот в этих палатках жили ребята, которые готовились стать разведчиками, пехотинцами. Поскольку мы больше с техникой связаны, нас полевые выходы очень мало касались. Мы больше как бы машинам. А вот эти ребята, которые были в пехоте, они на полигонах целыми днями пропадали. Потом мы их возили на учение еще. Нам считался как марш-бросок, а мы их везли для того, чтобы они там учили штормовать горы, близлежащие. То есть этот район Термеза был напичкан подразделениями, которые должны были учебным центром находиться как бы. То есть в городе был гарнизон, а в пригородах это учебный центр. Ну вот из этой сотни фактически все попадут по Вавнистану. За исключением 10 человек, которые окажутся пока в Союзе. Вот в эту десятку я попал со своим другом. Мы попали в ракетный дивизион и еще полгода находились на территории Термеза. Через полгода приехал генерал, пройшелся по всем подразделениям, ну со своей свитой. По всему Термезу личные дела поднимали офицеры. Смотрели, почему эти ребята не в Вавнистане находятся, когда у них команда 220-я написана. Ну и всех подразделений на еще сотню собирали. Это была и крепость была, так называемая, в Термезе есть. Это был и артполк, это был и полк номер 5 там стоял, и пятый городок. То есть со всех подразделений вытащили тех, кто мог и должен был находиться в Вавнистане. Но по каким-то причинам нас взяли просто из-за того, что не хватало в этом подразделении водителей. Кого-то в комендатуру взяли, кого-то взяли, машины посадили, которые находились в крепости, там связисты находились. То есть специалисты были нужны в виде хороших водителей. Вот нас 10 человек осталось там. А все остальные попали уже в Вавнистан как бы со своим призывом. Только судьба у них тоже вся разная была. То есть было так, что мы потом через полгода там появились, а они находятся кто в пехоте, кто в колоннах, которые ходили по Вавнистану. Кто-то попал в подразделение ДШБ, кто-то попал в специальная 46-я бригада. То есть туда попали ребята и погибли потом. И с этой сотней мы узнаем потом, что они погибнуты три человека уже после службы своей. Такое явление, как дедовщина, приходилось с ней сталкиваться. И на территории Советского Союза, на территории Афганистана, может быть, какая-то разница между ними была? Да разница, в принципе, везде одна и та же. Только в Афганистан добавляют еще боевые выходы. А так, ну, в Союзе это для встал чем заключалось? Молодые приходят и еще не знают, кому подчиняться, что делать. И какие-то такие жизненные вещи, когда кто-то не умеет. Ну, например, там пуговицы подшивать, воротнички, да. Когда мама не научила, папа не научил обувь чистить, да, вот это трудности начинаются с тем, что два раза не почистил, там пуговица отлетела, ходит такой шаромыжник. И вот уже начинают у него пальцем показывать, что ты не можешь. И это все потом начинается перерастать уже в другую, как бы, ипостаси, что, ну, в простонародье начинают прессовать. Вот сначала, естественно, дедушки, потом, не, сначала сержанты, потом дедушки. Ну, что это, у меня в подразделении вот такое чудо есть. Вот это вот опускание ниже, ниже, ниже становится за счет того, что человек, ну, просто неподготовлен. А есть физически неподготовленные. Кто-то там плохо делает подъем-переворотом, начинается воспитание по физкультуре. Кто-то плохо одевает противогаз, будешь учиться противогаз одевать. Во всех подразделениях, как бы, разные заведенные, как бы, уставы, неуставные отношения. То есть год человек находится в этом подразделении, он исполняет все, что прикажут и сержанты, и кто старше по году службы. Как только год заканчивается, ну, год в год, на следующий день он рождается новым человеком. Он не встает, как все остальные по команде, бегом, он в развалочку начинает ходить. То есть жизнь начинается сахарная. А в других подразделениях такого не бывает. Ну, там, например, у пограничных войска, как я слышал, что вообще такого не существовало, приходили, и от самого начала до конца службы они равноправно все это несли, тяготы службы. А здесь вот замкнутное подразделение, будем считать, что это город в городе, да. Вот, и получается, что люди на виду, никуда не скрыться. Есть кто-то, допустил ошибку, и надо выправлять. И получается, что одна неудача, вторая, третья накладывается, и человек становится уже как бы невыделом. То есть на него уже косо смотрят, что это тянет наше подразделение, надо избавляться, или на кухню его куда-то. Вот. Не то, что помочь ему, а то, что уже помогай, не помогай, уже из него толку не будет. То есть такое было. И вот это вот все начинается там, начинается с зуботычины, а потом кончается уже более жестокими методами. Это существовало такое. Хоть и говорили, что дедовства нет, есть. Это оно пришло, все эти полгодики, они отчитывались год, полгода, в смысле полгода, год, полтора, два. Это вот сто дней там придумали, брицеп. Это все существовало. В Внестане там по-другому все. Там тяготы службы накладывались еще на боевые действия. Есть подразделения, которые они воюющие, и там им не до дедовства. Есть воюющие, но у них есть еще время, когда они находились в подразделениях своих. Это или в полку, или в дивизии. И там есть время уже как бы прессовать молодое поколение в плане того, что вот они только в наряды ходят одни, вот они только вот занимаются хозяйственными задачами. Ну, как считать, вот наказание, именно доказание для молодого. Нужно найти воды в полку. И таких молодых ходят по полку в каждом подразделении по десятку. С ведрами, с фляжками, с канистрами. Где бы взять воды? А воды только можно взять в офицерской столовой, в женском модуле, и в специальном отведенном резервуаре, который заканчивается просто вот. Его открывают, его уже нет, потому что его растащили. Поэтому хождение за водой зимой, хождение за тем, что найти, что согревает в палатке топливо, это уголь, которого не хватало там катастрофически. А уголь был только в офицерских модулях, а у нас как бы дрова там. Но дров-то тоже не хватает. Буржуйки, две буржуйки в палатке, они жрут это все со страшной силой. Сжирают просто. Только закидываешь в топку, и уже нет. И уже надо думать, где надо опять потапливаться. И вот это все, весь молодняк, молодое пополнение, оно летает по полку в поисках. Там вплоть до того, что это было не преступление уже. Потому что страшнее дедушки и сержанта в палатке нет. Потому что офицер не будет приказывать там, найди. Он приходит, все уже топится, все уже тепло, уже все хорошо. И вот это вот топливо и вода. Это вот. А потом, когда еще собираешься на операцию, укомплектовывать машину, вот это тоже была проблема. Опять же, нужно найти было большое бревно, чтобы подвесить машину. Опять же, нужно было укомплектовать бачками, которые не выдавались. В ночное время, ну, каждое, как бы, подразделение, есть такие любители чая попить там. Вот им хочется чаю. Ну, а где его взять? В столовой. Ну, отбой-то уже был, 9 часов. Ну, иди в столовую и там проси у повара. Повар может и по шее дать, а может и налить. Все зависит от землячества. Какие земляки, у кого, в каком подразделении существуют. То есть это... Вот еще одна, кстати, очень важная тема землячества. Как они сосуществовали с дедовщиной? Да, это чудные времена были, понимаете. Это вот все республики, братские народы, да, но когда такой социум получается замкнутый, да, то призыв приходит белорусов, то приходит молдаван побольше, то приходит, вот первые подразделения, которые заходили, они фактически, наш полк назывался там мусульманским. То есть я как посмотрел на каждого русского, белоруса и украинца по 10 узбеков, таджиков и кто там еще у нас был? Киргизов мало было, но узбеки и таджики большинство. То есть они были слежащие республики. Они первый контингент сюда прислали. Вот потом их начали потихонечку-потихонечку разбавлять, потому что уже из средней России подтягивались уже призывники. Поэтому я пережил и когда молдаване приезжали. Потом с Кавказа очень мало народу гордого, но они объединяются очень быстро и могут там целый, на моих глазах это было целый, в Союзе, целую казарму, пять человек подняли, застроили ее и воспитывали. Как бы они все уже на дембель уходили, но они были командиром машины, кто командиром полка возил, кто сидел в секретной части, кто сидел на центральном складе, кто командиром банщиком был или поваром. То есть такие ребята, они очень быстро. А вот молдаване, те по-другому немножко, как бы они группируются. Они пытаются ремонтные работы, в ремонтные роты зайти, сесть в коптерках, сесть на складах. Ну а все остальные, так глаза не кидаются на себя по национальному признаку. Но поформировались тоже по принципу, тем больше национальности, то и подразделения. Там минометчики, например, они больше как бы связаны с Кавказом. Там Кавказы собрались. В гранатометно-пулеметном взводе тоже были ребята с Кавказа, но их поменьше было. В пехоту вся она была многонациональная. Такие маленькие подразделения специалистов, они как бы по национальному признаку тоже формировались. Но это все опять же на усмотрение командира. У нас была 9-я рота, она была полностью татарская. Там очень мало было других национальностей. Ну, не от того, что командир татарин, а от того, что ему нравятся ребята исполнительные и боевые. Поэтому им есть татары, давайте-ка в 9-й роту их записывать. Все это было давно, но оно присутствовало. Московское землячество. Нет. Такое бывало? Нет, нет. Я таких даже не слышал. И фактически оно нигде не процветало, нигде. Это просто... «Москвич, москвич, здорово-здорово». Ну, как-то, мы разошлись. Если какие-то трудности начинались, даже не обращаться не бестолго, потому что не поможет. А прибиться к какому-то другому землячеству? Нет, нет. При слове «москвич» это все уже... Это как бы маленькие минусы, большой крестбы. Потому что и редкие москвичи там, как бы, показывали себя с хорошей стороны. Но, как правило, командиры брали их, потому что они более образованы, будем считать, хотя бы все имели там училище, техникум. Москвичи приезжали, как правило, еще были у нас несколько человек в штабе работали, служили. Они были из институтов. Полтора года они должны были в пехоте пробыть, рядовыми. Или два года офицером. Естественно, все выбирали полтора года. Но, когда открывали личное дело, смотрели, что они с высшим образованием, им, естественно, должности писарей выдавали, в секретных частях они сидели там, помощниками секретчиков были. Ну, то есть, такие более цивильные, будем говорить, и думающие специальности, именно связанные с бумагами. Вот в этот переходный период, когда еще на территории Советского Союза находились, что-то, какая-то новая информация об Афганистане появилась? Ну, политработники-то они работали. Чисто вот подготавливали человека, ну, морально, совершить то, что ему будет приказано. Но поймите, что молодому парню, там, 18-20 лет, вот, не указ там, фактически, да, ни сержант, ни офицер, потому что, когда приезжаешь в армию, приходишь в армию, то на все это смотришь свысока, до того момента, пока присягу не принял. Вот слово «не хочу», «не знаю», «не буду», забывается. И он должен осознать, что маломальское звание – это подчинение. Ты подчиняешься даже ефрейтору, младшему сержанту, сержанту, старшему сержанту, и пошли выше. Вот. И выполнять могут любые команды. И когда человек начинает возмущаться, ему говорят, иди сюда, смотри устав, читай присягу. Там все написано, да. Или ты выполняешь, и у тебя нет проблем, или ты не выполняешь, и тогда уже дисциплинарные изыскания начинаются. От нарядов и до дисбата. Военное время – это дисбата. Те же дедовство, те же зуботычины – это дисбат. На моей памяти таких двое там я видел. То есть они дослуживали еще. Ну, не в Вагнистане, а вот в Союзе. Что они служили полгода, сели на год, и еще потом дослуживали. То есть он больше двух лет прослужил. Это такие были. Дисбат – это действенная страшилка была. Его боялись или нет? Ну, как вот. Пока человека не возьмут и не накажут, не побоишься. Ну, во-первых, замполиты все не могли отследить. Сержанты этим делом тоже как бы заупотребляли, потому что они сами старослужащие. Мало кто из сержантов получал отделение после учебного центра. Сначала присматривались, потом доверяли ему, а потом уже у него время подходило, когда он домой уже. Поэтому все держалось, вся армия держалась на сержантах и на старослужащих. Старослужащие собираются, сержантам там ставят задачу, ребята, надо помогать, я один не справляюсь. Поэтому все крутилось вот таком образом. Если старослужащие были как бы не в части у офицерского состава, то начинался разлад. Команды выполнялись с ней быстро, и все это. Потому что командир, когда он находится со своим подразделением, а когда он уходит спать в офицерский модуль, то палатка и казарма остается под контролем кого? Или сержанта замком завода, или старослужащих, которые спать не хотят, и естественно будет всех остальных. Это уже пройденные этапы у всех. Как границу пересекли между Советским Союзом и Афганистаном? Ну те первые подразделения, когда уже читаешь сейчас, как заходила армия, это были понтонные мосты, запустили сразу дивизии по понтонным мостам, перешли они через речки, Мударию там, через речку. А большинство это все с самолетом. С самолетом прилетаешь, с самолетом улетаешь. Вот. И я, например, попал по мосту, уходил, а заходил на самолете. Нас посадили под Термезом. Вот. Есть аэродром, транспортный самолет, загоняет по 300 человек туда, перевозят в Кабул. И из Кабулу там есть пересыльная база такая, не база, а пересыльный пункт. Из него уже покупатели, как мы их называли, нужно куда? Ну, в Кундуз надо там 100 человек, в Джалабад, например, 50. Вот. Потом их сажают или еще на самолет, все зависит от точки. Вот. И они летят. Или на вертолетах. Вот. А обратно у нас Кундуз был близко к границе расположен. Нас подняли на транспортном вертолете. Мы сели около границы, прямо около моста, который был построен, кстати, в то время, когда я открыт, когда я принимал присягу. То есть это был май 82-го года. И вот я где-то полдня находился на той стороне. Нас 100 человек и дембелей привезли с разных подразделений. И мы сидели около этого моста, документы оформляли. нас начальник моста этого, комендант моста пытался воспитывать, чтобы мы были опрятные. Давайте каблуки срезайте со своих дембельских ботинок и сапог. Лопату дал красную с щита пожарного. Потом отвел в сторонку тех, кто были награждены уже ребята. Типа мы его ребята уважаем и мы вас не трогаем. А потом этот шмон, что у вас находится в ваших дембельских альбомах, дипломатах, что у вас там в карманах. Вплоть до того, что если не хотите, чтобы вы вернулись обратно, давайте выкидывайте в речку распятия. Если у вас есть ножи какие-то что-то связанные с боевыми действиями, лучше сразу кидайте в речку, чтобы вас с пристрастием потом не расспрашивали. То есть это было. Так что это мост по мосту, на это те подразделения, которые были ближе к границе. Все остальные это сразу самолет или Ташкент или в Душамбе привозили. Ташкент больше привозили. И потом уже там билеты покупались на другие самолеты или на поезде. я приехал после этого моста три километра мы ездили пешком потом поймали попутную машину приехали в Тормес оцепили железнодорожный вокзал гембеля все с деньгами с денежками и купили всякой всячины и нас потихоньку сажали в вагоны. Трое суток потом и потихонечку мы самые последние до Москвы ехали остальные все выходили в Толгограде кто еще раньше то есть ну так наша компания все меньше и меньше становилась трое суток пролетело незаметно будем говорить а там в Кабуле кто из покупателей заинтересовался куда пришлось попасть на службу вот там как-то все было прошло быстро потому что фактически мы не видели покупателей наверное скорее всего была команда что нужно в Кундуз ну какое-то количество новобранцев поэтому мы прилетели в Кундуз и нас было человек на 30 вот и уже около штаба дивизии подходили покупатели вот и они пальцем показывали или сначала спрашивали кто у кого там водительские права есть кто чем умеет кто на что учился потом уже подбирали под свои подразделения мы друг ушел водителем БТР батальон связи рядышком дислансировался ну а я пошел водителем в пехоту в 149 полк гвардейский мотострелковый который находился на другой конце дорожки поскольку там машины не нашлось то она стояла на колодках и я потом ушел в пехоту пехотный полк мало машин имеет остальные все ногами ходят с чего началась служба в этом полку ну сначала комендантский завод якобы машина потом начались операции и выяснилось что я за штатом нахожу в 4-й роте поскольку за это время пока находился в комендантском заводе там начал воспитывать сослуживцев которые мне доверили чтобы я был у них старшим и мне это не понравилось там было много писарей естественно было жалоба что невозможно находиться в палатке пришел капитан со строевой части говорит а ты и твой друг которые с тобой пришли вместе переводчик вы должны в 4-й роте служить а не здесь находиться и поэтому я в 4-й роте и ушел про первый свой бой расскажите пожалуйста про первый бой в то время у меня уже возраст такой был по годам ближе к году подошел в то же время первый бой но что запоминается такое операция в чем заключалась что высадили на вертолете первый раз летишь на вертолете прыгаешь с него не просто там по лестнике а прыгаешь с чужим рюкзаком в чистом поле и это все нас высаживали вдоль кишлака это северный баглан там есть такое место там сахарный завод недалеко и вот какой-то кишлак на карте обозначен было что мы должны были окружить и дождаться силы зеленых как мы называли афганской армии они должны были прочесать его а мы как сверху наблюдая за этим и прикрывая их должны как бы выполнять эту задачу были ну все здорово начали копать окоп каждый для себя там ячейки сержант рассказал показал где направление куда должно смотреть мы там разговаривали разговаривали окоп глубокий чем глубже тем лучше я говорю а почему если попрут я эту фразу запоминаю всегда если попрут можем не остановить а кто попрет когда попрут увидишь уже потому что эти зайдут а эти начнут разбегаться кто он говорит ну будем считать что это басмачи и кончилось тем что мы долгое время находились на этих позициях связь была на машинах по связи приказ что нужно одну машину спустить с этой горы зайти в кишлак и забрать раненых оказывается в это время наше подразделение там в главе с комбатом минбатареи их зажали около кишлака вот и там появились раненые ну что мы ныряем в эту машину в БМП-2 три человека вот пехоты экипаж спускаемся по этот кишлак естественно не зная откуда будут стрелять там беспорядочный огонь не ведем но ведем по тем местам откуда возможно это будет подъезжаем к зеленой роще становимся задом и тут нам начинают заносить раненых мы открываем я только краем глаза вижу что раненых заносят закладывают один залез сам был раненый а другой мне только голова показалась вот сзади что голова в крови она замотана бинтом вот а остальное время мы как бы наблюдаем что нас не обстрелил никто и тут когда я вверх глаза поднял то смотрю падают веточки в этой зеленой рощи там стрельба идет перекрестным огнем а веточки как ножичком срезает вот потом это все мы захлопнули десанты на скорости выскочили и на это плата поднялись опять наверх подъехали к вертолету который там стоял уже менты у него крутились выгрузили этих двух ребятишек и когда уже спускались минут так через 10 накладывают что один скончался то есть у него ранение было тяжелое ну вот из этой минбатареи потом сказали что вроде как по национальности татарин так его фамилии даже не знал вот это вот первый бой такой вот а потом это уже было другие сопровождение колонны засаду мы делали ходили армейские операции разведданные реализовывали то есть батальон постоянно был рот вот эти четвертые пятые шестая они были как бы будем говорить в боевом состоянии чтобы постоянно один батальон находился как бы в движении то есть один батальон находился в полку один на хранениях стоял вдоль дороги третий там а вот второй это у нас была такая как бы мотоманевренное подразделение где когда три рота могли себя везде показать и в засадах и в сопровождениях а когда уже армейские операции то весь батальон уходил в горы такое тоже было чем пехота была вооружена экипирована что за форма была обувь да обувь то она была простецкая мы застали когда с ботинок ой с сапог мы перешли на ботинки было что-то такое что-то на американскую армию похоже то есть высокие берцы зимы шнурки они хороши когда ходишь там на плацу как только начинаешь где-то лазить шнурки рвутся начинаешь узлы мотать они не застегиваются там такой вот трудности начинаются сапога к зимой хорошо вроде меньше протекают и быстрее одевать их ну портянки надо уметь наматывать форма была обычная хбшная потом стекляшку мы начали получать такой вот уже не чисто шерстяное парадки получали только когда уходили на дембель снимали не снимали а забирали у тех кто приходил из учебных центров сержанта вот они парадную форму получали и мы размер примеряли то есть в коптерках форма не задерживалась зимой ходили в бушеватах когда уходили в наряды то ходили в шинель одевали летом в панамах у меня была пилотка мне было проще одевать ее под каску мне нравилось в пилотках ходить хотя в пилотках во Внестане не проходишь лучше в трубочку скручиваются но это вообще и в Средней Азии в Туркенстанском военном округе и ремни обычные кожаные у дедушек дубовые из ткани это покрытые прорезиновой кожей такой под кожу это было вот у молодых потом все менялось резко ты уходил в горы например или на операции вот всю эту все эти вещи лопатку подсумки гранатные подсумки фляжку это все хорошо висело на этом дубовом могу говорить ремешке потому что кожаный рвался сминался растягивался то есть это уже форс слетал с этого вот это вот было вооружены были обычные как укомплектованные были подразделения пехоты это снайперская винтовка СВД пулемет ПК появились новые РПК стали давать сержантам я с ним ходил одно время потом появились АКСУ они уже как бы были когда я пришел но с ними мало кто пытался ходить механики их кидали в машину для того чтобы места они мало занимают вертолетчики то же самое а пехота их из-за оружия не считала пытались АК взять для того что ну это 500 метров кучность большая поражающая фактора не особо АКСУ давали гранатометчикам чтобы гранатомет таскаешь вроде было облегчение но на самом деле гранатометов как бы правило держали в машинах но их не пользовались техники нету поражать нечего потом появились подствольные гранатометы вот опять же выдавалось сержантам из числа подготовленных солдат вот я походил с подствольным гранатометом потом уже к выходу появились мухи вот эти ручные гранатометы там 18 22 появились там модификации потом впоследствии видели один раз шмель предавался огнеметным заводам то есть химики привезли огнеметы и они с ними долго ходили мы увидели как потом они выстрелили но это такая акция одноразовая то есть они не привлекались на повседневную службу там они только на армейские операции то там по задачам то есть если ты в горах ходишь нужно выкуривать из ущелья из будем говорить и пещер нам они хорошо себя показывали а так обычно гранаты в карманах когда произошел случай когда одну роту обстреляли и большие потери они понесли этого по 40-й армии в окружении находились у них боекомплект кончился нас заставляли потом после этого носить тысячу патрон 10 гранат наступательные оборонительные фляжку воды это то что чем комплектовалось можете канистру взять если потащите потому что пантоцит обязательно должна быть таблетка обездораживающая воду сухпай бывает на сутки на трое суток вот вот это тысяча патрон и 10 гранат они конечно руки оттягивали потом если дается подразделение минометчики мы несем мины поскольку по две мины можете ребята взять потому что потом они вас прикрывать начнут если идут АГС то к станку АГС гранатомету пламя АГС-17 нужно нести еще заряды то есть такая лента собирается она неудобная сумку ее не закинешь вещмешок рвется на плечо плечи неудобно режет скрабы все кто нам помогал мы должны были тоже помогать патронами или боеприпасами вот это вот дополнительная нагрузка мы там от 30 и выше килограмм считали ну и бронежилет еще появился вот этот вот бронежилет он не то что появился он уже как бы был уже на службе в армии ну вот 8 килограмм вот этого вот железа таскать на себе и ткани потом свыкаешься в нем тепло зимой спать на нем удобно когда выстережешь где-нибудь в машине вот в летнее время а так были случаи когда бронежилет или шлем спасали жизнь и здоровье ну вот в нашем подразделении такого не было я видел прострелянный бронежилет то есть он где-то попался так что в пах попал солдата но где-то между пластинами получилось что как-то бронежилет еще такой экспериментальный какой-то был а так вот то чтобы на нашем случае нет чтобы на броне в нем хорошо сидеть в горах он вообще ненужный а по кишлакам бегать конечно в нем тяжеловато я не раз читал в газетах о том что среди солдат якобы ходил такой слух что бронежилете ходить не надо иначе пуля которая попала в какое-то место где он где тело бронежилетом не прикрыто рикошетом бойца добьет обязательно то есть лучше его совсем снять да нет но это все дело случая на практике никто этого не доказывал понимаете потому что это ну именно экспериментальные случаи должны экспериментами доказываться а это единичные случаи они в солдатском кругу начинают муссироваться и зачем мне его одевать если в том подразделении произошло именно так осколок может и под жилет залететь понимаете все дело времени случая под каким углом бьешь с какого расстояния не бьешь какого оружия попадают то есть какой патрон был прилетел понимаете какая пуля там была со свинцовым наконечником или трассер был то есть опять же афганцы все ходили с калибром 7.62 от нее тоже панацея нет поэтому тут все зависит от того как звезды сойдутся и как обстоятельства произойдут поэтому на моей памяти не было что бронежилет кому-то спас насколько была велика минная опасность ну это вот самое тяжелое что было минная война была очень распространена то есть все подразделения как бы они имели своих нештатных нештатных саперов которые хотя бы могли бы перейти и рассматривать есть мины или нет но предавались еще саперы уже штатные то есть это были подразделения саперного батальона в каждую роту удавались там по 5-6 человек они прикреплялись там собаковод был несколько человек со щупами был кто-то был со штатным миноискателем вот это все происходило когда колонна идет если это ночная вещь то естественно они и шли но вероятность того что найдут собаку с собой не возьмешь в засаду когда явно что уже предупреждение что есть минные поля есть то уже они как бы работали а так больше всего фугаса ставили на технику мы ставили мины вокруг своих расположений это вот блокпосты это дивизии которая стоит стационарно вокруг нее минных полей и когда приезжаешь на точку ребята там с водами находились они говорят вот у нас минные поля там они показывали место на карте пальцем показывали и конкретно указывали где именно происходила закладка этих мин для того чтобы обезопасить себя в ночное время такие подразделения которые не знают этого они приезжали и бывали бывали случаи когда они на своих же минах подрывались потому что их не предупредили они не согласовали свои действия они не знали где они находятся вот они просто-напросто будем говорить не разглядяльничали они не появляли осторожности то есть надо было все-таки узнавать куда можно куда нельзя жертвы на этом как бы появлялись а когда идет колонна то там может быть и радиоуправляемый фугас и направленного действия боковой там могут быть не противопехотные мины но противотанковые там обычно ставили или самоделку или вот эти вот ТС-6-1 итальянского производства и ТС-6-2 вот это вот и М-8 вот это они любители были закладывать если таких не было они делали вручную неразорвавшийся снаряд авиабомбу могли найти толу много там взрывчатого вещества а вот они из нее все что хочешь могли сделать ну сюрпризы ловушки у нас не попадались потому что мы все-таки армейские подразделения местное население страдало иногда и на минах на ловушках и на опять же на минных полях скотина зашла на минное поле надо выгонять подрыв мячик дети играют мячик запустили на минное поле мячик-то один ну начинают рисковать и вот тоже ну это все когда приезжаешь в подразделения где находились на блокпостах они вот эти истории рассказывают что вот у нас там корова подорвалась что барана тут зашли мясо много а вытащить не можем на минном поле находится и хозяин плачет и мы облизываемся были какие-то проблемы с водой во всех подразделениях даже в Средней Азии на территории Средней Азии вдоль даже афганской границы и вдоль узбекской границы то есть проблема номер один поэтому там Средняя Азия вся обезвоженная в Местане еще интереснее там артезианских скважин нету за исключением тех которые вот мы бурили в больших подразделениях в штабах ну где дивизии стоят полки да там где батальоны и роты там фактически если это или источник местный с гор стекает или это где-то колодец прорытый но вода очень плохого качества или это привозная вода чисто со старинок привозили наливниками машины все с водой очень тяжело а в боевых действиях или вот этот пантоцит спасал ну это как хлор купьешь или вот еще вдавались разведчикам в пехоте не было роса трубочка такая специальная и потом нам выдавали несколько раз называется там тух такая типа большого насоса а в нем находится уголь гранулированный и вот она вода это проходила через уголь мы могли кинуть в лужу лярык и она чистая хова ну быстро засорялся этот уголь фактически нужно было большое количество угля с собой таскать если это стационарно то это вещь незаменимая если это все в походе руки оторвало оборвались от него то есть надо таскать тяжелое предпосставление для того чтобы или брали воду с собой в специальных курдюках таких резиновых ранцевый вариант и вот ешь там дай попить резиной все равно пахнет были какие-то специальные инструктажи или может быть слухи какие-то ходили что делать если попадаешь в плен про это мало кто думал сейчас ловишься на мысли что в 20 лет ты держишь гранату для того чтобы может быть она тебе и спасет от плена то есть было я просто держал в кармашке здесь гранату на грудный карман пришили специально мы же там все разгрузочные жилеты которые мы захватывали их не хватало мы шили свои и вот у меня было 12 магазинов по 45 патрон граната которая здесь находилась вот и еще в вещмешке столько же было гранат то есть там в десяток их наберешь но одну держал всегда под рукой но вот ощущение того что не хочется попасть в плен оно присутствовало поэтому сейчас ловишься на мысль что вот было же такое у тебя что ты хотел эту гранату для того чтобы она всякие пожарные переберечь то есть ну не хотелось в плен попадать во первых во вторых она могла спасти жизнь просто еще а так никто про плен не думал ну все как бы понимали что плен это это позор это пытки это во первых сразу это разменные монеты и могли увезти куда хочешь за границу тебя то есть пленных у нас всего по статистике сейчас если брать 330 человек всего за 9 лет войны это разные случаи были они могли попасть на поле боя в плен раненые контуженные они могли по неосторожности ребят могли попасть то есть отошел от подразделения ну грубо яблочко захотелось там сорвать а там у тебя ждут кто-то заходил в магазин зайти как бы вот этот дуканчик красивый тоже могли это вот в городских вариантах а в поле это могли только вот спящего с поста снять ну на полевых условиях то есть человек вымотанный физически такой степени что он стоит как лошадь глаза открыты а он спит к нему подходишь на несколько шагов а он даже не слышит тебя то есть уже пока его рукой не тронешь он вздрагивает и начинает понимать что он спал вот тогда вот его можно взять голыми руками ну это физически вымотанный несколько суток не спавший плюс еще на стрессах на вот на переохлаждениях на этих днем жара но очень холодно человек просто выматывался физически был ли какой-то контроль со стороны эфициров за внешним видом конечно в дивизии вот у нас штаб дивизии был рядышком вы можете одеваться во все что хотите уезжая на боевые действия там форма от зимней до летней колебалась там ну будем говорить не батька махно там как бы присутствовалась анархическая какая-то банда а форма соблюдалась но она могла колебаться у кого-то были пилотки у кого-то были рубашки у кого-то были зимние мундирования заправленные в ботинки но оно потому что носка в горах это не и выдавались одно время выдавались для пехоты горный комбинзон такой вот комплект потом его сдавали некоторые его заныкали оставляли у себя курточку оставили брюки отдали и вот получается такой как бы сэндвич сверху горная куртка снизу летнее мундирование ботинки вот у кого-то сапоги потому что ему удобно ходить кто-то я в рубашку ходил рубашка парадная выходная которая одевалась под китель руки закатаешь оно удобно кто-то кзс одевал у химиков просил лишний комплект ну а когда приезжали с боевых действий вам 15 минут помыться и через 30 минут чтобы были в форме той которая должна быть все доставалось из коптерки все это опять гладилось чистилось и на развод ты уже становился по как будто тебя никуда не возили а когда уже в наряд идешь там тебе целый день дают для того чтобы ты себя подготовил там уже не пойдешь чем попало а на машинах на боевых действиях там не было такого чтобы тебя прям вот ограничивали в твоем движении там все что тебе удобно да когда были строевые смотры там конечно все было по-другому стояли все такие как надо как только начальство уходило все это пряталось в коптерке и все это оставалось из загашников из машин и опять же из-под этих коптерок и одевалось то что тебе было удобно и незаметно все эти звездочки красные менялись на зеленые все эти кокарды убирались каким образом боролись там со змеями пауками и прочей живностью попадалось но очень редко у нас в полку фактически мы их вытоптали уже этих змей пауков там негде было там одна пыль а в подразделении которые мы выезжали на полигон вот сталкивались там ну спал фалангу увидели скорпиончик увидели и вот там устраивали бои в банку соберешь и трясешь кто кого победит а так вот змею я только один раз видел честно могу сказать и то она лежала на дороге переехала ее машина вот у нас север был кундуз это северная часть там со змеями с этими паразитами было поменьше вот этот джалабад там на юге это конечно страшно вот эти пустыни там дождь и марго регистан ребята рассказывали там видели и кобур и всех остальных живностей у нас все-таки она север она есть север но опять же мы не ночевали там целыми днями ночами по несколько дней в одном месте чтобы можно было высмотреть есть тут змея или нету то есть мы переночевали и ушли и переночевали и ушли то есть в горах ну змея вообще не увидишь там прохладно на высоте вот а так ну то что поражало ну со скудной природой что перекатив поле только катается это колючка ну и бывает лисы пещерных мы видели несколько раз офицеры там устраивали на них охоту а так ничего особенного были какие-нибудь инциденты с алкоголем с наркотиками ну с алкоголем только в офицерской среде могли быть потому что алкоголь можно было купить когда они ездили в командировки домой в отпуск вот можно было контрабанду купить у тех машин которые катались в союз но это уже доказано что каждая машина фактически в колонии имела какая-нибудь одна запаску забитые бутылочками к празднику это все продавалось за чеки там по две три цены ну то есть кому война кому мать родная с наркотиками уже похуже было то есть рядовому составу выпить водки это невозможно было могли только себе позволить брагу и то если прапорщик не найдет в машине это делалось если это делалось на блокпостах там уже попроще по договоренности с командой есть такая тема что праздник нужно а нету ну давайте сахар в один котел дрожжей и ждите кто-то подкрашивал джемом вот мы такую тему одну хотели празднику сделать дню рождения командирский бачок в машине есть такой он плоский алюминиевый вот мы туда дрожжей жемчугу немножко сахаринчику вот и под броневой лист БМП два положили 300 километров езды и хлопок мы думали с гранатомета врезали открываем все внутри розовое командирский бачок розочкой развернутый то есть разорвал крышку там выбило вот и все тема номер два надо теперь молодым мыть двигатель потому что он был черный а стал розовый ну а те которые стационарно ребята они там пытаются пытались там самогонные аппараты делать ну это у нас дивизия штаб дивизия была рядом полк был то есть там строгач такой был сильный вот и это можно позволить только на выездах сделать такую глупость а прапочеки да сахар не удавали я не курил мне должны сахар давать сахар не удавали а где сахар прапочек спрашиваешь нету от него там перегаром не спиртным пахнет а дрожжами там пробка вышибает стоит и кает это было все а так с наркотиками потяжелее те подразделения которые катались боевые они сталкивались и с наркотой продающих людей которые продают наркоту и были захваты наркоты и уничтожения вот в нашем подразделении это все больше выглядело когда колонна идет в кондус заходит мальчишки подбегают предлагают чарльз у кого деньги есть кто на эту тему уже подсел в каждом подразделении могу вам сказать были по 2-3-4 4 это может даже много те которые уже или плотно сели или приехали уже сидевшие потому что на Кавказе эту тему тоже была они говорят вот здесь клондайк я говорю а ты что он говорит а у нас на Кавказе там конопли растет тоже много то есть при желании было найти достаточно просто да но это все было по кругу по интересам то есть вот эти все плановые будем так говорить они в подразделениях находились можно было пальцем показать у кого можно найти было сто процентов кто-то этим делом промышлял в плане того что ну стресс снять кто-то попробовать просто все попробовали более-менее так вот поэтому памятки были в подразделениях во всех и в десантных частях что ребят не курите это специально все продается подсаживается потом будет все хуже и хуже ну вот вот эти как раз-то полуплановые это и молодым давали жизни когда обкурятся принеси чаю принеси хлеба принесли масло ну где это ночью взять а меня это мучает ну и начинаются вот эти все подвижки потом пока не прикликнешь на них ребята вы чего офигели на сегодняшний день говорю мы задачи выполняем боевую я сержантова ставить некого это обкуренный механик стоит я говорю как ты поедешь он говорит он да лучше чем даже я говорю ты чего он говорит да вот замерз бы покурил ну был такой с этим какая-то целенаправленная борьба велась или как мы так серьезно относились нет борьба это ну зачем кому нужно наркоману в роте понимаете пехоту сдавали всех кто где-то провинился где-то кто-то хлеб муку продал наказанием в пехоту кто-то солярку продал в пехоту кто-то по-настоящему наркотиками баловался нафига мне наркоман нужен и в пехоту а тут приходишь начинаешь разбираться и говорю ребят за что продал муку дембеля продали меня спихнули а другой приходит сразу раз а где у вас кто-то есть где покурить и вот я он находит все равно на мышленников и не у нашей роте так он соседний поет все равно и вот там двое-трое собираются и на моей памяти один застрелился понимаете было такое это не из-за моего подразделения но я вон сходился в медсамбате как бы нас привезли и привезли нас пять человек и одному было так плохо что он ходил у него крыша ехала будем говорить так я первый раз увидел когда человеку реально плохо от наркотиков он то ли мы не подвезли то ли он ну кончилось тем что он оружие стояло рядом у него сержанта на КПП он взял зашел за угол и разрядил себя а инциденты с оружием насколько были чисты очень часто будем говорить что не обходилось ни одного выезда чтобы можно было как бы не попасть под свой огонь то есть это при разряжении автомата могло быть это могло быть при заклинивании АГС или пулемета на моей памяти АГС в палатке заработал на моей памяти когда пушка в ПМП в Рожпарке там в автопарке стреляла все весь боекомплект в воздух поэтому у нас все пушки стояли на высоту вот все пулеметы были подняты на высоту вот все разряжены были в этих парках пулеметы потому что были случаи когда стрельба велась сам лично видел когда весь боекомплект и весь просто ушел в облак при чистке чужого оружия патроны с патронника не вытащены хотя это все проверялось но офицерский автомат не проверили и случай был но это было уже после меня рассказали как мой сержант погиб который в моем подразделении служил насколько вообще внимательно к состоянию оружия относились часто его приходилось чистить ну понимаете я говорил своим этим молодым хотите выжить будете когда дембелями или дедушками не давайте никому чистить свое оружие я тебя так начищу его что ты потом заклинит на тебя ты же не знаешь сколько ты там по зубам и не бил бы и подзатыльники не давал бы за плохое чистку оружия это твой автомат ты можешь его как бы почистить а дедушке почистить можно и с песком чтобы потом он знал что пускай он сам чистит его ну это было как вот сверхроскошь когда кидают автомат там почистим я говорю а не страшно он тебе потом его так почистит что он заклинит поэтому я никому не доверял свое оружие чистить офицера да он потом проверял проверял ему некогда этим заниматься он там даст перепорочит еще то есть он мне дает нужно почистить я отдаю естественно рядовому и он начинает чистить но потом офицер его раз пять просматривает чтобы не было никаких нюансов а все остальные я говорю не страшно нет ну тогда рискуй не страшно были случаи когда просто молодых приходили они знание русского языка плохое было например у казаха давай вот его воспитывать я говорю что ты воспитываешь объясни что сделать и человек поймет а был случай когда он они просто вот довели он автомат взял и хотел их положить тоже было пока его там уговорили положи объясни что хочешь хоть за что ты хочешь наказать а что они бьют они говорят мне что делать это все на уровне такой не вражды а вот лично это может быть среди русских среди таджиков без разницы главное что это большой контингент мужиков на одной площадке на одном полосу в одном полку в одном подразделении и это естественно накладывается отпечаток то есть можно как в подводной лодке совместимость какая должна быть с людьми а здесь еще многонациональность получается то есть у всех разные как бы менталитеты можно на чем хочешь скандал устроить кто-то кого-то обозвал кто-то кому-то припахал как говорят есть еще между подразделениями такие соревнования одно подразделение считает у меня третий взвод а первый говорит я лучше чем докажешь и вот начинается соревнование там а вот у меня молодой умеет петь а у тебя что делать я говорю умеет читать стихи ну и вот сидим спорим это вот так и в хороших проявлениях а когда в плохих начинается там у тебя мастер спорта что ли есть нет у меня есть такой который твоего поборет я говорю ну покажи он такого маленького выводит и вот а с другого подразделения вывели побольше парня но тут вроде спарринг там устроили он стукнул а тот не разбираясь в глотку цепился руками давай душить а потом выясняется что по документам у него эпилепсия была вот и все мы с замполитом пошли смотреть документы а у него написано эпилепсик какого в армию взяли с деревни потом выясняем у тебя такое часто бывает ну нет не часто когда я перенервничаю там раз он дослужил он получил орден красной звезды ну в гражданской жизни он умер а выяснилось почему эпилепсия мать на полевом стане сгорела на глазах у него в детстве и он от этого переживания у него нервные срывы начинаются ну а тут еще этот спарринг устроили кому смеха а общий уровень стрелковой подготовки как бы оценили народ в массе стрелять умеет нас очень часто вот когда не было боевых действий вывозили на полигон просто мы там стреляли да патрон не жалели объясняли куда оружие подкручивали офицеры ну вот два сержанта и офицеры стоят и сможет мишени специально берется отверточка и вот там выводится снайперская винтовочка там подделывается то есть в этом плане нас хорошо натаскивали а эти на бмп-2 механики проходили вождение вот сержанты тоже должны были уметь водить командир машины эту машину что я пытался там делать вот а наводчики пушки пристреливали и постоянно стреляли то есть во Мнистане с патронами и с гранатами и со всем имуществом не было проблем то есть там не жалели этого просто не жалели на каждую операцию подвозилась 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 были какие-то общепризнанные умельцы мастера по стрельбе на которых ходили полюбоваться да нет у нас такого соревнования не было честно говорю это вот спецподразделения ребята может быть они обособленно живут у них там есть они как бы спецы считались а мы же в общей массе пехоты было ну есть снайпер ну здорово давай постреляем давай по банкам стреляешь ну попадаешь в банку со 100 метров но уже снайпер вот уже так а потом спустились на землю ночью с БМП потом раз нужно снайпера вызываем подходишь а у него ну вызвали этого снайпера давай там надо посмотреть а у меня оптического прицела нет он говорит а я говорит его потерял а выяснилось тем что я говорит ты уже второй день с нами ходишь ты что без прицела ходишь да ну вот так вот а потом выяснилось что он упал этот прицел отстегнулся когда он с машины прыгал механики его нашли потом ему отдали но когда мы с машинами соединились то есть там насмотришься такого есть ли все зависит от человека как только он становится старше опытнее все с опытом приходит тот мальчишка который у меня был как бы вот не в моем в заводе а в соседнем он там и ногу натер и все 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 и его там никто и не как бы не бил но видно что он старается окончилось тем что он в список погибших попал в 85-м году он засаду попал засаду орден красной звезды получил за то что на привале весь взвод сел разложился и тут и трое бородатых с автоматами из-за угла и у него как пулемет был в руках он так и положил в троих то есть эти трое могли весь взвод здесь уложить а он пулеметчиком был у него получилось сконцентрироваться быстрее а потом они в засаду попадут и погибло там 27 человек вот так алюмбаев такой был рядовой все вроде в шутку шутку а он под самый дебиль геройские поступки стал совершать но это все со временем делается те которые приживались в роте они опытом убираются уже знаешь сколько брать чего брать куда брать как себе зашнуровывать там как себя вести но это все с выходами а есть которые так сколько не учи он все равно будет не обученный все и от них пытались избавиться в хоз роту там рем роту их отдавать в наряды выставлять почаще насколько щедро или наоборот может быть скупо награждали негласно был такой закон как бы если ты полгода прослужил то в пехоте во всяком случае в нашем полку полгода прослужил то тебе уже можно писать на медали потому что ну что-то за это время мог совершить и начинали писать бывали удачные операции могли тоже написать быстро но поскольку вот эта структура была рота батальон полк дивизия армия и генеральный штаб в Москве где подписывают все эти документы то это очень большая лестница а вот там где разведбаты были вот отдельные разведроты у них фактически написали через несколько недель месяцев получишь вот и поэтому некоторые у меня были записаны по несколько раз ребят получали то есть ему написали а тут такая удачная операция всех награждать и ему опять пишут а те которые писали сами себя не могли написать я представлял взводному а взводный должен был представить на меня под конец боевых действий меня рот не вызывают и ребята все с громком завода и все ненагражденные почему там-то 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 участвовали вот до первой операции мы вам пишем потому что ну не может быть такого что ваши подчиненные уже по две медали имеют а вы только собираетесь как бы еще получить что-то и поэтому писали или под дембль ну такие негласные законы там если кровь пролил солдатик ему пишут на орден красной звезды вот если совершил какое-то действие там в бою за отвагу ну а такие общие вещи когда по несколько раз ты ходил участвовал принимал решение ну боевые заслуги пишут то есть с боевой заслугой оно как-то быстрее все проходило вот эти отвагу и орден красной звезды это редкий случай кто получал из рядового состава былого красного знамени там единицы на всю армию есть это спецназ может быть пограничника я вот знаю по историческим там документам что они получили то есть это надо совершить что-то нечто вот а офицеры как правило получали и по два ордена могли получить и по одному и за службу родине второй могли получить то есть боевой и за службу родине тоже как бы он считается но они это у них не считалось боевым награждением это так отмечено как бы командованием то есть это служба родины она все-таки противовес был боевое красное знамение или красной звезды то есть а солдаты некоторые по два красных звезды получали но это за ранение вот и за то что могли командиром части спасти там командира подразделения ну то есть или совершить что-то из области такого глобального подвига а случаи трусости были такие ну были конечно ну как они не так что прям бросил убежал да то есть вот он физически идет и я говорю не могу идти ну трусость в чем заключается физика подводит в горах там другие кто похитрее там раз в наряде начинают писать что-то ты зачистил наряды а мне нравится ну конечно нравится тут все зависит от времени и места вот так что прямо сказать что я не пойду такого не было все-таки это коллектив все это на глазах и люди вот есть такой девятый рота фильм да там Говорухин спрашивает командира полка играет выйти из строя кто не хочет единицы вышли у кого мамка больная у кого свое там самочувствие плохое ну единицы с полторы тысячи там попробуй все подразделения завернуть обратно не было были факты когда ты хочешь обратно в Афганистан в военкомат приходишь они не посылают почему потому что даже я прапщика знаю покойного такого Иру Белякова который писал заявление на второй поход в Афганистан ему говорят ты что такой коммунист или чем-нибудь там зарыл он говорит ну я хочу попасть в полк хочу ребятам помогать потому что я там все знаю всю местность ну мне ну хочется вот они его очень долго просматривали отправили потом и то по настоянию командира дивизии он пришел туда вот и плюс еще когда первая Чеченская началась он написал заявление опять идти государству помогать и сердце не выдержал он ночью не проснулся прапорщик прапорщик Мурсалимов тоже 4 года там пробыл два с нами два после нас разведроти был в Кабульской служил в Камбуле там тоже осмотрелся две отваги два ордена Красной Звезды то есть есть что порассказывать людям не все картошку чистили кто-то же на засады ходил вот есть просто мирные там рулит он в колонии едет а гранатометы летят а пули свистят вот уже геройство а в чем подвиг заключается что попробуй ты под огнем там не брось машину не сядь не сядешь кувет там голову голову не накроешь нужно же эту колонну дальше толкать поэтому тут у всех разные подвиги у спецназа свои у десантников свои у пехоты как бы у всех одинаково военные будни вот ну и все кому как повезет у кого какие задачи если ты спецназ значит тебе покруче будете разведбат то же самое вот учитывая то что вы там и в боевых действиях участие принимали и с людьми со многими с ветеранами знакомы и с историей всей этой войны тоже что на ваш взгляд в качестве выдающегося подвига можно было бы привести вот какой пример да просто русский человек он если в войну заходит да то он эту войну ему нужна победа ему не нужна договорная война если уже достали вещь там надо рубить до тех пор пока или руки не поднимут сдаваться или пока не погибнут враги а у нас на тот момент не было задачи победить как нам говорил генерал Валейников когда-то нужно было просто поддержать эту афганскую армию которая не хотела особо воевать поддержать тот режим который мы фактически как бы создали для того чтобы они сами потом самостоятельно все это делали и вот это вот сегодня мы помогаем и завтра не помогаем то есть явной такой задачи там крошить всех не было надо договариваться в моем понимании то что сейчас происходит в Сирии это вот зеркало те же маджахеды только их сейчас игилом называют название меняют флаги фон один и тот же все из Корана написано но под другим хозяином ходят и то же самое мы столкнулись 30 лет тому назад с этой темой что это ислам что это правоверные как они говорят правоверные это в мечети все ходят а они с оружием бегают когда вы ваши товарищи вернулись с войны в советский союз оказалось что советская идеология уже рухнула а на смену ей еще ничего не пришло ну и только где-то вдалеке замаячила религия по сути вы попали в идеологический вакуум как в новых условиях действовать и за что держаться был ли какой-то стержень идеологический люди которые столкнулись с боевыми действиями или с каким-то несправедливостью в этом виде они начинают как бы уже в бога ну куда пойти уже и нету того что раньше было пионерского галстука нету партийный билет на высшем уровне все скинули а ниши и ребята вы что делаете вот это нас больше всего напрягало поэтому большинство афганцев они везде побывали в горячих точках и Чернобыль тушили вызывали ребят вот надо съездить а куда у меня два брата там были в Чернобыле один умер а когда вызывали то говорили что надо на сборы просто надо на сборы какие да вот там в палатке поживете он меня вызвали в 86-м году надо на сборы какие он говорит да вот нужно звание повысить я говорю да у меня звание это старший сержант что мне еще надо старшину что ли наш нет я говорю а что за сборы он говорит ну вот 3 месяца и обратно я говорю да я только что со сборов приехал у меня он сын родился так у меня он сборы были два года в палатках прожил он где-то служил открывает там лично неделю написано сержант там старший командир машины и он легендант посмотрел на эти документы ну ладно иди если только из палаток пришел что вы готовите палатки оказывается это в Чернобыль набирали вот мне брат так попал один и второй я видел своего полка со своего батальона парня который получил потом за Чернобыль награду то есть вертолетчики которые в Афганистане летали погибали скинул там мешочки а потом через три месяца радиационные заражения и все остальное очень так все это сложно было а потом Белый дом защищали там афганцы сидели стреляли и по Белому дому Грачев Павел дал приказ стрелять тоже афганизмы потом из тех трех которые погибли защищая Белый дом естественно один афганец оказался которого БМП придавили то есть это социальная такая как бы прослойка когда люди готовые на все потому что они ну вот и у них жизненная позиция как у десантников если не мы то кто и все вот примерно в то время в начале 80-х более-менее насколько я понял начала просачиваться информация про спецназ какие-то разговоры там ходили что-то кто-то слышал может кто это вообще такие были что за спецназ у нас спецназа не было у нас в нашем северной провинции Кондус это только был разведбат который иногда попадал в засаду там роты погибали ну вот ну и в роте большое количество погибало и тогда набирались ребята из пехоты и офицеры набирались офицеры очень быстро выбивали быстро погибали вот а так у нас спецназа не было но вот в 85-м году спецназ как бы уже 15-я бригада 22-я бригада спецназа появилась в таком большом количестве там уже их формировали эти отряды вот они посчитали то есть новое было направление ведения войны ну зачем гонять батальон там 600-700 человек или полк полторы тысячи ради одной банды там 60-15-100 человек естественно задачи ставились уже узкому кругу людей в чем заключалась задача выследить по возможности уничтожить нет нанести на карту или артиллерии накрыть или дождаться основных частей которые помогут уничтожить вот или это ночное засаду там все что шевелится это враг вот поэтому вот эти спецназы они себя оправдали вот эти караваны останавливали досмотры делали они же первые ребята это и достали эти трубы от меня стингеров вот то есть ну подготовленные во-первых больше времени на подготовку во-вторых большинство офицеров в-третьих это не мальчики без усы а уже мужики которые с опытом службы в армии вот поэтому и задачи-то у них были и специфические там не надо было окружить кишлак сидеть в окопе ждать ну выследили начертили уничтожили не обозначились и ушли они как бы по численности вот тем формированием которые они искали они были как бы вровень то есть по опыту по вооружению и по внезапности то есть там банда в сто человек вот они в десятером или в пятнадцать человек они могут ее фактически или канахтю прижать или во всяком случае навести основные силы на нее то есть все от места зависит от внезапности опять же у всех разные были задачи ну вот я со спецназом не сталкивался но с теми офицерами которые я знаю ребят ну героин останавливали колоны караваны уничтожали и находили оружие склады их с крона то есть это было уничтожали этих главарей банфер мирований которые слишком яро были противники советской власти ну там много всяких задач может быть знаю из опыта великой отечественной войны что очень много лихо пехота наша хлебнула пожалуй но тяжелее всех им было в этой войне кому тяжелее всех пришлось да всем помного и десантники так и пехоты никто с парашютом там не прыгал все тоже так же в панамах ходили голубые беретики только воинских частях одевали по месту дислокации никто на броне в голубых беретах не ездил вот а если ездили то не доезжали и поэтому все нахлебались и пехота нахлебалась потому что ходила в безгорной подготовке вот и саперы которые разминировали танкисты которые гранатометы получали глубоко потому что дороги узкие зеленый зон много пока танк не закопаешь пока там не присмотришься уже могут и подбить вот ну и вот эти ребята которые ездили в колоннах просто обычные будем говорить шоферы они садились с одним автоматиком пару там магазинов у них ну валяются цинк патронов ну и че у тебя я ездил как-то в машинах таких больной мне просто ротный посадил с температурой машины говорит езжай в полк а там в санчасть придешь я без оружия оставил все это на полигоне он мне посадил машину последнюю я еду в КАМАЗе и вижу как этот парень рулит тебе не страшно а на че я уж привык бронежилет снятый повешенный на стекле у него чтоб хотя бы бокового удара не было пули вот а перейди в витрина магазина я говорю не страшно а че я уж привык привык и все я говорю ну ты смотрел сейчас может уже здесь не первый раз едешь он да вот я например сейчас по связи бы слушал что пушку вправо развернуть проезжаем скотный двор это откуда ну не из 100% но процентов 7 есть может гранатомет прилететь а у тебя то ничего нет он говорит ну и вот скорость только и то если колонна идет на скорости а так они интервал держат определенный но когда в гармошку все можно смяться вот а я то понимаю что я без автомата большое стекло вот и некоторые камазы пробитые едут то есть они могли пулю поймать в лобовое стекло на раз-два или в боковую дверь гранатомет получить поэтому у меня есть знакомые те ребята с той сотни которые распрессовалась они же повоенную попали вот в эти наливники транспортные машины на уралах ездили на делах 131 вот ну мало кто на камаз попал вот и вот у него просто гранатомет пролетел вот сзади него в окрытое окошко я полил его контузил как бы немного и дальше улетел то есть насквозь через кабину пролетел вот и все вот он выжил а дырочка в машине осталась вот и когда смотришь на все эти вещи то есть смерть она близко летает но когда ты на броне едешь это одно там пулемет пушку разворачиваешь какой-то есть отпор а когда вот в этой витрине едешь тем более еще сзади 5 тонн горюче-смазочных материалов там или солярка или керосин авиационный там или бензин еще это все а кто-то везет боеприпасы вот готовый взрыв едет то ли на фугас наедешь да то ли снайперская может быть получить или гранатомет прилетит вот три варианта колонны они хорошо организовали нападение то есть выбирались самые трудные доступные места повороты дорог то есть задние не видят что происходит спереди вот и там группа прикрытия сзади группа прикрытия отсекает которые в случае помощи ну и основная группа нападения вот они перекрестным огнем могут там всю колонну сжечь на раз два и саперы и десантники ребята и артиллеристы тоже как бы свое ухлебнули но артиллерия она на закрытых позициях стоит а все равно в колоннах тоже ходят их выдвигают там напрямую наводку не было такого чтобы выдвигали но закрытые позиции подразумевают что нужно опять копать под каждую пушку расчетное место то есть обустраиваться все это а были подразделения которые просто всю жизнь ну все нахождения только ночью вели службу то есть один утром стоит в течение дня смоют там бинокль в подзорную стереокопичную трубу вот а остальные спят а ночью все просыпаются и стоят службу тащат потому что возможно нападение то есть это вот ночной образ жизни там часы поменяться могут на раз-два вот и вот это вот нехватка продуктов на этих булых постах там подножным кормом питаются начинают кто-то рыбу глушить благо гранат очень много кто-то на удочку пытается поймать а кто-то подвез ящик гранат по течению покидал молодежь поставил внизу и ловят стоят кто-то там пытается гурного козла на снайперской винтовке снять кто-то проезжаешь и огород там они развели хоть что-то какое-то там но это было посты такие которые отдаленные там командование появляется только даже не появлялось там забирают дембеля привозят молодого дадут продукты дадут письма и до следующей колонны а колонна может через три месяца прийти или через две недели не без оснований говорят что кто в армии служил в цирке не смеется из этой серии что-то афганский колорит в этом смысле что можно припомнить какую-нибудь историю да вот историю хотя бы с паранужей взять ну женщины нельзя к ним придрагиваться было но с другой стороны под паранужей можно и гранатомет унести они афганцы понимали что мы же все-таки армия и армия в чем заключается что нас просветили на ту тему что нельзя к женщинам вообще подходить это закон то есть мой кишлак может подняться ну как бы друзей можно иметь а можно и врагов на ровном месте поиметь поэтому к женщинам как правило относились с несоврождением видеть что женщины а тут окружили кишлак ребята подразделением нашим ну и женщины стали выходить с детьми ну и видно что все идут как бы ровненько а тут такой кривоногий идет еще сзади из-под паранжи немножко автомат так уделивается ну и задрали че-ли-ли-ли-ли а там бородатый такой дядьки стоит походка выдал и вот этот автомат у него приклад немножко из-под паранжи так выделился ну отловили его а если бы ошиблись бы то неприятности нажили бы да много всякой всячины когда сейчас это уже смешно а на тот момент это было уже страшновато там гранату кинуть это вот рыбу половить это вот такое ощущение что это вот ну камеш кинул ну любой вам скажет что в армии существует своя армейская мода вот наверняка в Афганистане тоже было что-то там модное не очень модное что-то что отличалось старослужащего от молодого солдата ну принцип в армии был простой безобразно но однообразно вот вот это принцип он всегда нарушался пытались его нарушить потому что ну любая форма она что школьная что военная она все равно пытается человек ее разукрасить подкрасить каким-то образом ушить подшить и вот начинали с того что ну ремни это понятно что там кожаные должны ниже пуговицы находиться на животе вот чем ближе к низу тем больше послужил а с панамой все проще было те которые панамы были маленьких размеров они смотрелись на голове аккуратно а те которые были больших размеров их пытались ушивать ушивать таким образом ниточку вот сюда вставляешь и стягиваешь но это было позволительно только тем людям которые послужили больше года или полтора года вот по панамкам можно было определить кто сколько послужил примерно как правило ну ковбойки делали то есть вот эти вещи делали что по стонароди тоже обзывается нехорошим словом вот кокарды поджимались здесь офицерская кокарда была солдатская кокарда ее поджимали крабом делали вставляли сюда металлические проволочки и она держала форму после даже ее стирки то есть издалека можно было увидеть что человек идет в хорошей не просто панаме а идет в хорошей шляпе вот в других подразделениях мода была наоборот не сгинать а носить чисто полукруг такой но это все зависит от причуды командира то есть не вздумайте это делать не вздумайте это делать и все пытались так ходить когда новая она смотрится когда она становится уже старая застиранная она форму все меньше меньше держит уже начинаешь придумывать если она становится белесой это уже ближе к дембелю то есть все дембеля ходили фактически в белых панамах вот 56-я бригада чтобы ребята подарили вот эту вот вырезанную из панамы кепку то есть этот козырек оставляется а все остальное срезается ну вот я говорю что черное он говорит ну чтобы враг не видел особенно в горах я его понимаю а как зачернили он говорит взяли ваксу зачистили ее а потом в 10 водах промыли вот она и стала черная то есть под каску ее хорошо одевать она плохо смотрится когда на нее каску одеваешь то есть там такой лополухий стоит солдатик что и уже на него и не то что страшно смотреть а уже смешно смотреть вот а еще смотреть на тех солдат которые большие размеры получили то есть не всем размеры застаются по размеру головы что есть на складе то и получи называется там 60 размера но точно вот этот большой-большой мухомор на голове появляется кокарда он пытается ее согнуть офицер там или увидит или сержант обычно этим занимается иди сюда молодой что у тебя тут согнуто если это выпрямляется по лбу прямо на лбу это все выплющивается вот так вот ровненько становится вот так вот иди еще сверху на уши и солдат понимает что он на полгода еще должен ходить в такой форме то есть ну это все на уровне вот местного калорита такого вот у каждого подразделения своя мода была честно говоря вот приезжаешь даже по полку и видно что они у них носят так у нас по-другому немножко это от местности зависит то есть как вот национальная одежда поэтому у всех панама а вот если не одеть панама то фактически уши обгорают очень быстро то есть средняя азия показала когда нас привезли пилот в лодках мы за три дня все уши в трубочку свернулись просыпались только от того что на подушке кровь пока панамы выдали уже у всех два раза слезла шкурка слуха поэтому форма то она меняется но вот эти такие вещи а потом уже появились другие форма новая появилась это уже после нашего ухода то есть появились кепи ну да оно удобное не занимает много места на голове но в то же время козырек есть то есть я застал только одну кепку вот а другую форму не поносил то есть это все годами еще проверено здесь все это вентиляции происходит вот без панамы плохо но и в панаме тоже пот льет ручьем там все подшивали панаму сюда закладывали иголочку с тремя ниточками белая черная зеленая и вот на утром разводе когда ты открываешь начинаешь проводить досмотр личных вещей все к осмотру панама снимается с головы смотрится есть ли у нее тут иголка но это надо 15-20 минут убить для того чтобы все было полуставо и вот все это сюда сгружается военный билет что еще у солдата есть какие-то фотографии там вот начинаешь рассматривать эти фотографии ну ладно пускай будет возьми а еще что там у тебя есть расческа есть нету так не по уставу ищи расческу ну то есть такие вот вещи они все у кого-то там спичный коробок у кого-то там ну такие все поэтому панама то она такая напоминание о южных районах потом пошли экспериментальные панамы мы видели вот у пограничников с кнопочкой тут но это уже были такие мало в малом количестве и спецподразделения мы удавались а так она от всех болезней эта панама больше всего от солнечного удара есть ощущение что война была напрасной ненужной да нет у меня уже такое нет ощущения все приходят спрашивают там вот сколько погибло ну примерно 15 тысяч да они говорят ой это много так вы поймите что это за 9 лет войны один месяц 18 дней а у нас в Чечне больше погибло а на Донбассе там за 2 года уже 10 тысяч погибло это с чем сравнивать то есть государство ставило боевую задачу ее выполняли да там не все боевые потери там связаны именно с боем были и случайные потери там все так если каждый случай разбирать процентов 40 можно списать на те потери которые называются небоевые то есть там это несчастные случаи как везде бывает на дороге в горах при обращении с оружием при обращении там извиняюсь с рыбчатыми веществами то есть это вот вот так происходило но это все было записано в боевых действиях потому что это не в домашнем обстановке произошло а именно на поле боя поэтому так достаточно еще частые вопросы зачем вообще Советский Союз в эту войну ввязался ну вот я просто не на первую это хотел ответить до конца почему да как мы думали что все это как бы ну будет и закончится будет и закончится но когда нас вывели оттуда было не у всех возьмите любого солдата 40-й армии у него чувство недозаконченного дела то есть мы ушли и ребятам оставили они ушли и оставили и в конечном счете вся 40-я армия ушла а победы как таковой нету поражений как такового нету и война продолжается мы думали что мы последние ветераны а потом там все началось со страшной силой в наших союзных республиках это раз а во-вторых нам говорили что если не мы придут американцы придут мы как-то смеялись какие американцы а сейчас по прошедшей времени мы смотрим Бен Ладона давно уже убили американцы с Аунистана не хотят уходить они там уже с 2002 года находятся значит была какая-то все-таки высшего командного состава информация что это возможно мы же на тот момент не берем что мы с американцами ракеты средней дальности кто ближе поставит кому того преимущества а тут такая граница 2000 с половиной километров 2350 открываться могла перспектива все это сейчас с разных сторон как бы мусолится на истории может быть и неправильно может быть правильно но американцы там где мы были откуда мы сапожок свой убрали и ботиночек они свой ботиночек ставят нету варшавского доллара нету стены появился у нас уже как бы блок НАТО как был так он и есть а он все ближе 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 подходит мы свои задачи когда это выполняли блоком варшавским эти задачи поменялись да но поменяйте вы свои задачи а у них как бы я когда смотрю на карту бывшего Советского Союза это простынь которую нужно охранять оберегать и хранить потому что ресурсы заканчиваются уплотненность населения в Европе очень большая рождаемость в некоторых странах очень велика но естественно если нет у меня пойдем возьмем у соседа оно есть будет и всю жизнь было это вот система выживаемости как в лесу у зверей только это к людским как бы ресурсам неприменимо но это на самом деле так у кого нефть газ лес есть полезные ископаемые значит живем еще как только заканчивается надо будет думать у кого купить отнять или перекупить или еще много способов из-за этого когда начинаешь смотреть почему война начинается смотри кому это выгодно и кто проплачивает менты они не просто так появлялись во Министане программа американцев специально была заточена на том чтобы поставлять оружие манджахедам то время их называли там дошманы потом появились кто появились талибы а потом кто появился ИГИЛ конторы одна и та же проплачивает а может быть несколько контор задачи одни и те же когда мы разговариваем с афганцами этническими они говорят ребята ИГИЛ это пехота американская открытым текстом говорят это просто пехота американцев ну так вот вот и подошло к концу третье но не последнее видео интервью из цикла бесед с участниками незнаменитых войн проект специнформ РУ планирует значительно расширить эту тематику в связи с этим мы ищем новых героев для наших видеороликов если вы лично принимали участие в боевых действиях и хотели бы рассказать о своем опыте либо можете порекомендовать кого-то из таких людей не поленитесь обратиться по адресу на экране кроме того вы можете прислать нам свои вопросы для героев будущих видео интервью при случае мы обязательно их зададим на этом на сегодня все удастся и Продолжение следует...